Уборочная кампания в Томской области вышла на финишную прямую. На сегодня обмолочено 94% посевных площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. По словам заместителя губернатора Андрея Кнора, мобилизация всех сил и беспрецедентная поддержка агрария властями в части технического перевооружения дали возможность хозяйствам справиться с тяжелейшими погодными условиями этого года. Посевная кампания, напомню, проходила в режиме ЧАЭС. Основной сев зерновых культур пришелся на середину июня. Но благодаря агротехническим приемам правильному подбору сортов удалось минимизировать издержки холодной весны и получить высокую урожайность. Одними из первых традиционную уборочную завершили аграрии Кожевниковского района. На полях житницы Томской области сегодня побывал Александр Пархунов. За руль комбайна Евгений Шульц сел два года назад сразу после армии. По специальности он тракторист, но на уборочную выходит обязательно. Смена длится с 10 утра и до часа двух ночи. В этом году комбайнер отработал, как говорится, на все 100. Уборочная машина сломалась лишь раз. В результате зерно удалось собрать. Урожай-то нынче вообще хороший. Пшеница особенно. Только вот сейчас в околках еще более-менее пшеница. А так в основном вообще идеальную пшеницу посыпало. Затяжная весна в этом году на две недели отсрочила посевную. Да и сентябрь аграриям оказался не на руку. Почти вся первая половина месяца была дождливой. В итоге уборка оказалась одной из самых тяжелых за последние несколько лет. Нас подтапливает вода, там болотно уступает. А рыка роем, там бассейн много места затопило. 546 гектар, 48. Списали, вообще не могли убрать, ничего не могли убрать, все затопило. Однако потом погода исправилась и началась горячая страда. В итоге только в Дубровском намолотили 20 тысяч тонн зерновых. Сейчас как раз убрали последнюю сотню гектаров пшеницы. Несмотря на все трудности, Кожевниковский район вновь оправдал звание томской житницы. Порядка 43% от областного каравая мы намолотили, как обычно, около 40 молотим. Реально остались два предприятия, которые 500 гектаров в ангарде, около 2000 гектаров убирать надежды. Помощь отстающим направляют хозяйство уже закончившую уборную. Бокчарский, Калпашевский и Зарянский районы уже полностью справились с задачей. Остальные приближаются к завершению. На сегодняшний день осталось убирать 6% зерновых. Это порядка 9 тысяч гектар. Валовый сбор 135 тысяч. Скажу, что в 2016 году у нас было 130 тысяч тонн. Уборка овощей тоже подходит к концу. Уже полностью собрали урожай моркови и свеклы почти на 90% картофеля. В позднюю осень остается лишь капуста, которую и так по традиции собирают чуть ли не последний. Александр Порхунов, Алена Малышева, Иван Падлусов, Сергей Геро, Вести, Томск, Кожевниковский район.